ПОДПИШИСЬ НА КАВКА Средь торжеством девушки хлопочут на кухне. Обязательный атрибут любого осетинского праздника – главное украшение стола. И блюдо, известное по всему миру – осетинские пироги. Причем знаменательные они не только вкусом. Это не просто блюдо, это символ. На стол обязательно подают три пирога. Это традиционные три пирога у нас по любому поводу. Форма у них круглая, это символ земли. Есть у нас еще ритуальные три пирога, они бывают треугольные. Они делаются именно по поводу этих святых праздников. Их раздвигают так, что получается путеводная звезда, бон ворон по-стински называется. Но они только по святым праздникам. А число три означает самые важнейшие жизненные категории, то есть символи природы. Это солнце, вода и земля. Когда бывала ритуальная речь, они всегда, житель всегда просил у Бога, чтобы солнце одарило людей с солнечным светом и теплом. Это первый пирог солнца. Чтобы вода была чистая. Второй пирог у нас вода. И чтобы земля была изобильная на урожай. Это третий пирог – земля. Тесто для осетинских пирогов раскатывают очень тонко, а начинки не жалеют. Причем на столе обязательно окажутся пироги с сыром. Традиция незыблемая. В сыр добавляют немного муки и молока. Хотя и в разнообразии осетинским пирогам не откажешь. Пирог с картошкой делается из картошки с сыром. Наполовину картошка и сыр, и молока добавляем туда. Все. С ботвой, значит, пироги. Добавляем зелени много, зеленого лука много, сметану добавляем. Ну, вот это все. И сыра, естественно, тоже. Без сыра ни один пирог, кроме с мясом, у нас не делается. Выглядит процесс приготовления достаточно просто. Но есть какой-то особенный секрет, который известен только осетинкам. В магазинах таких пирогов не найти. Праздничные треугольные пироги особенные. Их делают нечасто. Нужно умение и большой опыт. Традиционно в начале июля осетины широко отмечают один из главных праздников – День Святого Хетага. Легенда гласит, что в давние времена, когда еще населяли Алан и Кабарду, Ненечную и Кубани, там, значит, жил аланский князь Инал. У него было три сына, младшего звали Хетаг. И когда в Кабарде усилились ислам, приняли ислам всем, он все равно остался верен своему богу. Он не хотел принять ислам, поэтому все обозлились на него, все возненавидели, даже родня своя. И он вынужден был бежать в Осетию. Враги узнали об этом, хотели настигнуть в дороге и убить его. Он уже был недалеко от Осетии, в 30 километрах, когда уже почти его настигли. И он тогда услышал крик из леса «Хетаг, в лес, в лес!». А он говорит своему доброжелателю, тоже отвечает, «Хетаг уже не сможет добраться до леса, лучше лес пусть доберется до Хетага». И на самом деле там чудо произошло, что лес отделился от гор и перенесся к Хетагу, где он стоял, и прикрыли его. И он таким образом спасся. А с тех пор люди... Вот это место, где Роша, это была Роша, Роша Хетага, считается одним из самых святых мест в Осетии. Женщины даже не могли туда ходить, нельзя было им туда появляться, но во время Великой Отечественной войны, когда все мужские, мужское население ушли на фронт, и некому было молиться за них, они перешагнули через запрет этот древний и стали ходить и молиться за них, за мужчин своих. Роща Святого Хетага в Осетии – это в основном реликтовый лес на площади около 13 гектаров. Каждый год осетины стараются приехать к этому святому месту. На праздник там собирается порядка 100 тысяч человек. Великий праздник народ чтит и вдали от Родины. В Самаре традиции сохраняет Национально-культурный центр Алания. Сегодня, конечно же, всем будем друг другу желать удачи, счастья, здоровья. Вот этот праздник является именно объединяющим всей Национально-культурное объединение осетин, которые здесь проживают. Поэтому очень важно для нас, это самое главное, чтобы это наши дети, наша молодежь. И слава Богу, что из 821 с тем, которые здесь проживают, нету у нас ни пьяниц, ни наркоманов, никого. Это здорово. Во время этого праздника и после этого тоже, даже не то что скандал, громкое слово никогда не было. Никто не выругается. Объединяет людей, объединяет, заставляет этот праздник вспоминать, откуда ты, почему ты здесь учтился, почему дружба с другими национальностями. У нас это почитается очень здорово. У нас очень много этих смешанных браков, очень много. И мы считаем себя интернационалистами. Вот, пожалуй, сегодняшние собрались. Это опять дает повод еще для большего объединения. Здесь сегодня появится уже молодежь, которые раньше не бывали здесь, которые школу закончили. Ну, вот такой возраст. И они будут смотреть, и они будут делать так, как старшие делали. С трепетом и теплотой осетина относится ко всем традициям предков. Обязательный пункт подготовки к празднику святого хетока и приготовление мяса, так, как это делали сотни и тысячи лет назад. У нас осталось от предков, это талант, осталось такой, ну, такой, как говорится, обычай. Колем живого быка, мясо никто не покупает на рынке, ничего, в этот праздник. И, как говорится, варим его в трех котлах, это как три стихии. Если за выпечку отвечают женщины, то приготовление мяса – ответственность мужчин. Сварить целого быка – задача, требующая больших физических усилий, и уходит на это больше двух часов. Красивая традиция и особый ритуал. Взяв в руки резной кубок, старший за столом произносит тост. И первый тост всегда за Бога, какой бы праздник ни был. Второй – за святого хетока. Причем тост произносит долго и длится он несколько минут. Здесь особый смысл и особые пожелания. Передать традиции, характер и вечные истины, заложенные предками молодому поколению – одна из главных задач воплощения древних обрядов. Ежегодно путем жеребия самарские осетины выбирают, кто будет организовывать праздник. В этом году счастливая возможность первый раз выпала молодежи. Кому будет доказано доверие в следующем году, решается с легкой руки одного из самых юных участников праздника. Из шапки вытягиваются три фамилии. Самые демократические выборы во всем мире. Вот молодой человек сейчас вытащит и даст мне бумагу. Он может с тобой помочь. Итаскивай. И не давай, а ну, не могу. Рядом со старшими в главе стола стоит молодой человек. Он внимательно слушает все, о чем говорят. Какие наставления произносит. Перенимает традиции и мудрость. Уважение к старшим, уважение к женщинам, крепкая дружба и честь. Этому осетин учат с самого раннего детства. Это и формирует характер народа. Для женщин скромность, для мужчин доблесть и отвагу. Уважение к старшим, это очень святое и до сих пор так и передается. К женщине уважение тоже. Если даже мужчины сражались, вступили в бой или там, ну, вот сейчас, кажется, убьют друг друга. Женщина, если выйдет и платок бросит между ними, они по-любому все, они перестанут. Они дальше шагу не сделают. Вот такое уважение. У нас самое большое оскорбление, это когда ты своих родителей, допустим, будучи сыном своих родителей или дочерью, что ты своих родителей чем-то опозорил, даже самым маленьким. Это самое худшее, что есть вообще в этом мире просто. И они говорят, что когда уезжают, допустим, учиться, то они говорят, не опозорь свою фамилию, свой дом. Единственное, мы тебя просим. И я думаю, разумный человек, который немножко мозги на месте, никогда не допустит. И это очень стыдно. Если один раз ты допустишь, то уже никогда не восстановишь свое имя, честное имя свое. Народный характер отраженный в танцах, без которых немыслим праздник. Хотя врожденная скромность не дает осетинам самим выйти танцевать. Даже признанных танцоров надо об этом попросить. Осетинский танец – это не набор движений. Это история, рассказанная без слов. Он о гордости, скромности, величии осетинского народа, об трепетном отношении мужчины к своей женщине, вообще к женскому полу в нашей национальности. У нас есть как и характерные танцы, так и плавные танцы. То есть характерные танцы, они для чего? Раньше, чтобы получить сердце девушки, устраивали соревнования. Кто лучше стреляет, кто лучше танцует, кто лучше охотится. Ну, всякие различные соревнования устраивали. И вот они показывали, на что они способны. Кто-то на скаку должен был стрельнуть и попасть в какую-то цель. На скаку они также отрабатывали различные трюки. И вот от всех этих получились вот эти движения. И также у нас есть очень плавные танцы, таксим, хонга. Раньше девушку нельзя было вообще это касаться торцем. Раньше нельзя было вообще разговаривать с чужой девушкой. Они могли только поговорить во время танца. И они вот в танце проявляли свои чувства. И они объяснялись, вот ты мне нравишься или нет. И они вот в этом уже понимали друг друга. Если сегодня мы без национальной одежды, а если вы увидите, у нас рукава бывают длиннее рук. Это делается для того, чтобы они когда плавно танец танцевали, чтобы голым торцем, дай бог, не докоснулись. Понятия дружбы и братства в осетинской культуре занимают особое место. Как среди соотечественников, так и по отношению к другим народам. Мы стараемся помогать друг другу, стараемся встречаться вот на таких праздниках. У нас в году бывает два больших праздника, вот как сегодняшний. День Святого Хедага и Джиргуба. Это бывает осенью, после того, как убирается урожай. Вот это получается сейчас. Урожай посадили, вот готовимся, да. А Джиргуба, когда уже урожай убрали, за корма его положили и начинают пировать. Кроме главных национальных праздников, в Самарской области ежегодно проводят День осетинского языка и литературы. Этот праздник приурочен к выходу на свет книги Кустаха и Тагурова, сборника осетинского языка и литературы. Этот праздник мы никогда тоже в стороны не обходим. У нас есть школа, осетинская воскресная школа, куда приходят дети, учат свой язык. Дети охотно занимаются, очень стараются. Но, естественно, есть у нас семьи смешанные. Им очень сложно учить, естественно, они дома же не слышат речь осетинскую. И очень сложно, но отрадно говорить, что они очень стараются, им это все нравится. И все равно что-то запоминают. У нас бывает на этих праздниках танцы. У нас еще есть ансамбль в нашем центре. Не только языку обучаем детей, но и танцам национальным. Исследователи, которые на Кавказе исследовали наш язык, всю жизнь их удивляло тот факт, что мы осетине очень похожи на все остальные народности, на другие, которые живут на Кавказе, но очень сильно отличаемся языком своим. Очень древний язык, очень древний. Он сохранился и сохранил свою первозданность. Вот в этом заключается именно уникальность вот этого языка. И перед нами, поэтому историческая задача, перед нами, перед всеми осетинами, что мы должны сохранить вот это бесценное богатство, которое нам дали наши предки для своих потомков. Верность традициям, преемственность поколений и уважение к старшим. Вот, пожалуй, главные постулаты культуры осетинского народа. Ну а праздники проходят настолько дружно и весело, что объединяют всех осетин. Ну а как живут другие народы, многонациональные Самары, мы с вами узнаем в следующих передачах. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»